Уже в следующем году в Приозерске распахнет свои двери новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Строят его сейчас активными темпами. Также в курортном городе приводят в порядок сети питьевого водоснабжения и местную котельную. Там уже заменили оборудование, которое отработало почти полвека. Подробности в репортаже. Этот двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс будет рассчитан на 210 посадочных мест. В день здесь смогут заниматься более 500 желающих. Общая площадь залов и помещений почти 2500 квадратных метров. Работы идут по графику, говорит подрядчик. Все завершить планируют на следующий год. В этом году начали мои феврорные миссии. Вот сейчас каркас подняли. Почти 40% каркас подняли. Освоение нормально идет. Сколько выдали на среду. Для занятий спортом в Приозерске продолжают восстанавливать и благоустраивать стадион. Сделали футбольное поле с искусственным покрытием. Тартановую легкоатлетическую беговую дорожку. Установили волейбольную и баскетбольную площадки. Дальше запланированы многофункциональный хоккейный корт, воркаут-площадка, трибуны для болельщиков. Кроме этого, в Приозерске начали строить парк имени Абая. Для снижения тепловых потерь в Приозерске ведут замену сетей, где из-за большого износа происходили аварии. Для обеспечения надежности занимались в этом году и модернизацией котельной. Были небольшие проблемы с теплообменником. Их в прошлом году закупили, два теплообменника, новых поставили. После, в принципе, проблем не было. Сейчас вот эти прошлогодние два теплообменника стоят, новые в работе, и еще два будут в запас. Провели текущий ремонт котлов номер один, четыре и пятый. Второй и третий котлы поменяли, новые котлы абсолютно стоят. Вынесли на улицу теплообменники. Обычно в отопительный сезон задействованы два котла. В пиковый период подключают третий. Еще два будут находиться в резерве, объясняет Руслан Галимжанов. Замена оборудования позволила решить многолетнюю проблему. Эта котельная была построена в 1974 году и требовала модернизации давно.